Всем привет, я Дмитрий Рыгачев. Добро пожаловать на мой канал. Скажите, вы никогда не задумывались, что грубые и даже позорные ошибки некоторых проектировщиков могут отразиться на других объектах так, что получилось даже круто? Мы сейчас находимся около станции метро Мичуринский проспект, где недавно была открыта пересадка между Солнцевской и Большой Кольцевой линиями. Здесь вы слышите шум от того самого проспекта, и неподалеку находится одна из эстакад, строительство которой помешало строительству метрополитена. И в итоге получилось даже лучше. 10 лет назад жители местных районов могли только мечтать о крупном пересадочном узле между двумя станциями метро. Они пользовались автобусами до соседнего проспекта Вернадского или до Киевской экспрессами, и там и там было огромное количество пассажиров. В 2018 году на Солнцевской линии была открыта станция Мичуринский проспект, она мелкого заложения, и несмотря на то, что у нее есть окно в долину ближайшей реки, все равно она не считается наземной. Это точно так же, как в печатниках откопать одну из стен, что в общем-то можно, но не нужно. Вторая станция открылась совсем недавно, в конце 2021 года, в составе Большой Кольцевой линии, но обе эти станции должны были находиться совсем в другом месте. Давайте с вами посмотрим на карту местности. Вы видите Солнцевскую линию, она так и должна была проходить под Мичуринским проспектом, менялось только расположение самой станции. Большая Кольцевая линия сейчас проходит под улицей Удальцова, а раньше она должна была проходить под улицей Лобачевского, в районе пересечения с Мичуринским проспектом должна была быть пересадка, а потом поезда метро по туннелю должны были уходить по давным-давно сформированной технической зоне, между домами 98 и 98 корпус 3 во двор, а потом под детскими площадками и гаражами выходить к пересечению улиц Удальцова и Каштаянца. Но в итоге было сделано иначе, из-за того, что в месте пересечения прошлых проектов появилась эстакада. По старым проектам метрополитена и по проектам развития города, в этом месте не должно было быть крупных эстакад и каких-то других крупных автомобильных проектов. Конечно, по сравнению с множеством хорд и ракад последних лет, которые строятся в Москве, здесь самые обычные эстакады, вроде бы даже очень неплохо вписанные в рельеф местности, и под ней самый обычный перекресток со светофором, а не какие-нибудь сумасшедшие съезды с кучей разворотов. Но все же, этой эстакады не должно было быть. И в то время, когда ее запланировали, спроектировали, проекты московского метрополитена существовали уже несколько десятилетий, и про них забыли. Или, как я люблю говорить, забыли или забили. Потому что, как было на самом деле, сейчас уже вряд ли кто-то скажет. В интернете есть такая очень хорошая картинка, как должны были располагаться две станции метро относительно друг друга, и где должен был быть переход между ними. Вы видите, что опоры эстакады не просто мешают, они находятся в том месте, где должен был быть переход. Плюс, говорят, что эта эстакада и в целом местность немного просела, и нужно было бы как-то иначе располагать станции, а соответственно между двумя станциями мог бы получиться очень глубокий переход, чтобы это было безопасно, если это вообще было бы возможно. В итоге, обе станции пришлось перенести в другое место, на расстоянии примерно одной автобусной остановки от старого расположения. Туннели большой кольцевой линии перешли под другую улицу, что не имеет никаких проблем для эксплуатации этого участка кольца. А вот с пересадкой проблемы как раз остались. Дело в том, что каждое создание любого пересадочного узла, как и отдельной станции метрополитена, зависит от огромного количества факторов. Это и существующие коммуникации, и рельеф местности, и разные возможности по развитию территории. Здесь же получилось так, что сделать подземный переход попросту невозможно. Или, как говорят, возможно, но за очень большие деньги и по очень неудобному проекту. Поэтому здесь, в московском метрополитене, появился первый уникальный надземный переход между двумя подземными станциями. И выглядит это, с одной стороны, очень глобально, очень масштабно, очень даже монструозно. А с другой стороны, этой пересадке позавидуют и пассажиры Кунцевской, и пассажиры проспекта Вернадского. Ведь здесь огромный переход. С одной стороны, у него открытая часть для тех людей, которым не нужен метрополитен. А с другой стороны, проходят пассажиры между двумя станциями по теплому, большому, просторному переходу. И здесь, между прочим, сначала пассажир поднимается на эскалаторе с уровня платформы на уровень перехода. Потом идет по широкому проходу, где, с одной стороны, окно, и можно полюбоваться видами. Может, не самыми лучшими, но все же. С другой стороны, расположено зеркало, которое зрительно расширяет и без того, очень даже широкий переход, по сравнению с Кунцевской и проспектом Вернадского, например. И после этого спуститься по эскалатору точно так же на уровень платформы. Это идеальная пересадка, так как она должна быть. Пассажиру не нужно мучиться со ступеньками, не нужно где-то там очень сильно плутать. Здесь только один коридор, где заблудиться практически невозможно. Огромное спасибо всем тем людям, которые запланировали пересадку именно такой. По сравнению с множеством других новых пересадочных узлов в метрополитене, это действительно можно отнести к лучшим и может даже образцово-показательным. И иногда мне хотелось бы пожелать, чтобы в московском метрополитене, в ситуациях, когда получается что-то не очень комфортное, строили вот такие конструкции. Почему бы нет? Насколько я знаю, вторая такая же будет в текстильщиках, но там будут боковые платформы, и это мы с вами изучим через год, или чуть позже, когда откроют станцию. А сейчас я вам скажу, что рассказ о самой новой станции Мичуринский проспект будет в одном из следующих видео. Чтобы его не пропустить, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, а также пишите комментарии о случившейся ситуации. До новых встреч. Пока.